Ну что же, всем привет, дорогие друзья, сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать своеобразный видос, как вы сейчас видите. И что же нам надо сделать вот для такой вот дичи? Мы сначала запускаем фотошоп, мы должны зайти в файл сразу же и нажать на импортировать кадры видео в слои. И тут мы должны будем искать нужный нам видос, допустим вот этого чувачка, здесь мы должны обрезать собственно видос до конкретного момента, вот здесь мы ничего не трогаем, вот прям абсолютно ничего и просто нажимаем окей. Как только у нас загружается видос, мы справа снизу можем увидеть дофига, просто дофига слоев. Что мы должны будем делать дальше? Есть здесь два хода, первый ход делать каждый кадр вручную, это будет конечно же дольше, но и время затратнее. И о чем же я говорю, если мы нажмем на какой-то любой слой, вот опять же допустим на 10 пофигу, нажмем редактирование и масштаб с учетом содержимого, то мы сможем его двигать этого чувачка так, что его зафигачит не по-детски. Вот будет вот такое вот холебало, а есть своеобразный сценарий, который может это все сделать за вас. Чтобы собственно сделать из своих друзей красавчиков, мы должны будем перейти сейчас на первый слой, вы должны будете перейти по ссылке в описании, и там будет своеобразный сценарий. Мы должны будем нажать на вот эту вот ссылку, и как только мы нажимаем на эту ссылку, у нас скачивается файл. Хоть я его и скачивал 10 минут назад, проверял на всякий пожарный, но все же мы можем загрузить заново. Мы загружаем этот файл, нажимаем на него и распаковываем. Открываем опять фотошоп, нажимаем на наш первый слой, дальше мы нажимаем файл, сценарий, так говорю сценарий, обзор. И здесь мы должны будем выбрать загрузки, анимейтед контент, а в сейл. Так, мы нажимаем на этот сценарий два раза, появляется магия фотошопа, так сказать. Вот так мы все выставляем, собственно, но не обязательно на 98, здесь можно сотку оставить, ну, здесь опять же 42. Здесь главное сотку оставить, а здесь можно менять вообще в любую сторону. Дальше мы нажимаем на ран, и тут у нас начинается рендериться видоса слоем, 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 видите, там уже что-то растягивается. И мы сейчас вернемся, когда уже сам видос отрендерится. Здесь на самом деле довольно-таки вроде и быстро, но довольно-таки вроде и долго. Это зависит на самом деле от самого вашего процессора, но пацана фигачит там нехило. Ну а тем временем у нас уже тут заканчивается наш рендер, и у нас появился полностью целый видос из этого странного чувачка. Дальше мы должны будем просто нажать на файл, дальше экспортировать, просмотреть видео. Так, у нас тут наживаются, ой, ну, блять, наживаются. Запуск экспорта видео. То есть что-то жесткого у нас там сейчас будет. Так, мы тут ничего не меняем. Какой у вас размер документа был, такой я оставляю. Вообще здесь ничего не меняем, только выбираем папку, куда это все будет сохраняться. Ну, пофигу, пусть будет рабочий стол, чтобы мы не потеряли. Нажимаем на рендеринг. Кстати, рендерится довольно-таки, ну, в два раза быстрее, чем рендерилось вот тут вот каждый слой. Появляется своеобразный видос, но он у нас прям жестко без звука, я не знаю, я ничего не слышу. Какого фига? Вот спросите вы меня. Но его, кстати, расхерачило неплохо. Для того, чтобы у нас появился звук на самом видосе, мы должны будем запустить Sony Vegas. И теперь нам надо будет просто вот этот наш видос закинуть в наш Sony Vegas. Мы должны будем опять зайти в ту же папку, где и лежал до этого у нас видос. Мы его тоже перекидываем сюда, вот, значит. И можно сразу же заметить, что его там фигачит, ну, прям нехило. Впрочем, вот это можно будет удалить. Дорожку тоже удаляем, чтобы было нам в два раза удобнее. И вот так вот сокращаем. Ну, собственно, сделали уже видос. Собственно, надеюсь, вы знаете, как сохранять видос в самом Vegas. Мы должны будем нажать на файл, дальше визуализировать как. Дальше мы выбираем настройки, ну, там, не знаю, под YouTube, под MP4, под такой, под тракуя. Ну, короче, у каждого своя настройка. И потом мы нажимаем рендер. Рендерится видос довольно-таки быстро, смотря какое качество вы выберете и все остальное. Что ж, я нажму отмену, потому что мне нафиг это не надо. Что ж, надеюсь, вам этот видос понравился. Этот видос был полезен. Собственно, на сценарий ссылку будет в описании. Это точно не вирус, потому что я уже сам скачал эту фигню. И на самом деле это все работает нормально. Всем до встречи. Всем пока. И я пошел фигачиться. Субтитры сделал DimaTorzok